От чего получаете в жизни самое большое удовольствие? Если не лукавля, то от женщин во всех их видах, да, и это, наверное, все равно самое прекрасное. Как бы, какие бы явления ни представлялись, все равно аромат женщины, он, наверное, преобладающий в моей жизни. Поэтому, если искренне, то так. А какие женщины нравятся вам тогда? Это очень глубокий вопрос, очень интимный. Я, наверное, все-таки в такую абстрактную крайность войду. То есть, вот женское, или женские руки, или женское присутствие, или женская стихия, да, женская мантия, которая и защищает, и окружает, и создает уют, и обнимает, и воодушевляет, и направляет, и интуитивный аспект женщины, да. То есть, вот эти плоскости мне интересны, да. А на что бы обратили внимание у женщины в первую очередь? Вот что бы зацепило вас? Вот увидели, и что-то зацепило? Открытость. Вот этим словом я бы, наверное, оформил. Не доступность, а именно открытость, да. То есть, открытость – это позволение быть таким, каким я есть, а не таким, каким я должен быть, да, с точки зрения пространства, или женщины, и так далее, да. То есть, как качество пространства, открытость, да, предоставление поля для игры. Это, наверное, корнями уходит в детство, да, когда ребенку позволяется делать и играть, и творить, и все, что как бы он считает нужным, да. И вот эти вот материнские руки, которые потом в итоге начинают поддерживать уже и по жизни, и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!